Приветствую вас, уважаемые зрители. Сегодня я хочу показать вам видео о выполнении полета на Boeing 777-200. Данная модель представлена разработчиками Flight Factor. Очень хорошо и качественно выполненный самолет. На нем мы полетим из Марокко, из Касабланки, из аэропорта имени Мохаммеда. Полетим в Португалию, в Лиссабон. Рейс небольшой, порядка 350 миль. Я заранее подготовил план полета в планировщике. О том, как это сделать, вы можете посмотреть в одном из видео, которые были сняты ранее. То есть у меня есть маршрут, совокупность трасс и точек, по которым мы будем выполнять полет. Я не буду подгружать полет в бортовой компьютер. Я введу его поточечно, вручную. Сейчас мы подготовим самолет к вылету и выполним запуск. Перемещаемся в кокпит. Самолет у нас обесточен. Питание снято. Так называемое состояние Cold and Dark. Что нам нужно сделать для начала? Прежде всего я хочу показать меню конфигурации самолета. Здесь мы можем загрузить самолет пассажирами, грузом, пагажом и залить топливо. Об этом чуть позже. Далее есть настройки наземных служб. Это включение ручного управления дверей, внешняя энергетическая установка наземная, первая и вторая, эскалатор, топливозаправщик, пассажирский автобус и колодки под самолетом. И далее есть еще одна дополнительная, дополнительные настройки. Первое это отказы, то есть поломки, которые могут случиться во время полета. Мы их выключили. Quick Zoom это возможность переключаться между различными видами внутри кабины. У меня настроены виды и так, поэтому я данной функцией не пользуюсь. Real Time это галочка, если мы ее поставим, все функции самолета будут работать в реальном времени. В частности, согласование навигационной системы. Ну, чтобы долго не ждать, мы эту галочку не включаем. Далее можно скрыть штурвал, чтобы он не закрывал нам вид на приборы. Я это не использую. У меня штурвал виден, не мешает. Следующая галочка, реальные ограничения. Это ограничение скоростей по использованию закрылок и так далее. Это все мы будем использовать. Далее два пункта, это радио и вид отображения дисплеев. Тут я ничего не включаю, меня все устраивает. И использование колесико мыши в качестве зума, приближения и удаления. Также есть две галочки, выталкивание и буксировка, если нужно самолет выталкивать или буксировать. И туториал обучения по запуску самолета. Я его не использовал, не знаю, как он работает. Также можно подрегулировать громкость двигателей, прибавить, убавить и так далее. В данном меню, на данном этапе запуска самолета, нам нужно только лишь подключить наземное питание и поставить самолет на колодке. Пока мы меню закроем и запитаем основные системы. Подключаем батареи на электрической панели, нажимаем тумблер батареи. Далее подключаем шины левые и правые, шины генераторов и вспомогательные генераторы. Видим, что у нас горят два доступных источника наземного питания. Первый и второй. Подключаем. Слышим, сработала сигнализация. Ничего страшного, все штатно. Что нужно делать потом? Нужно включить тумблер Trust AsimComp и включить тумблер согласования навигационной системы, Adiru. Включаем. Далее рекомендуется включить обогрев стекол. Мы находимся в Северной Африке. В принципе, у нас тепло, но чтобы не было никакой испарина на стекле, чтобы был хороший обзор, мы подключаем четыре тумблера Windows Heat обогрев стекол. Далее на гидравлической панели подключаем всю гидравлику двигателей, переводим тумблеры в режим авто. Также мы должны в разделе Blit Air отбор воздуха подключить центральный правый и левый тумблер, включить паки левые, правые и отбор воздуха от ВСУ. В разделе давление в режим авто переводим поток носовой и крановой части самолета. Подключаем паки в режим авто, отбор воздуха левой и правой. Включаем. Чуть выше включаем рециркуляционные вентиляторы и выставляем температуру авто и в кабине на серединку. Далее поднимаемся в самый верх, в самую верхнюю часть оверхеда. Там есть обдув карго грузового отсека. Он у нас выключен, есть режим Low и High, то есть слабый и большой. Включаем Low, обдув багажа. Что нужно сделать потом? Подключаем топливные насосы левые, правые, центральные. Снимаем крышки на режимах двигателя, переводим в режим Normal. Это нам нужно будет потом для запуска, сделаем это заранее. Закрываем крышки и тумблер AutoStart в положении включен. Он на данный момент почти все. Единственное, мы включим огни. Проблесковый, что мы находимся в кабине, навигационные огни, подсветка логотипа и подсветка крыльев. Все готово к тому, чтобы мы могли загрузить пассажиров и залить топливо. Вызываем меню загрузки и пишем, что у нас на борту полетит 200 пассажиров. Также у них будет 3 тонны багажа. Далее мы должны ввести время работы ВСУ. Вспомогательность вовлевого установки или АПЮ. Ну, я полагаю, что мы будем на ней запитаны в районе 20 минут. Это нужно в расчете топлива. 80 кг нам уже записали в топливо. Также мы будем какое-то время выруливать на взлетно-посадочную полосу. Такси-тайм, так называемый. Я думаю, что 15 минут на рулении нам хватит. Вот мы видим, уже 710 кг топлива нам насчитали. А здесь мы должны ввести то топливо, которое нам нужно в полете. Я не пользовался никаким загрузчиком, не считал топлива до килограммов. Данный рейс короткий. Тут порядка 10-15 тысяч килограмм хватит за глаза. Но я напишу с запасом 25 тонн. Считаю, что этого будет достаточно. Не хочется считать в подробностях. Любой планировщик это сделает. Итак, у нас указано количество топлива. Но для того, чтобы заправиться и загрузить пассажиров, во-первых, нужно перевести двери в ручной режим, открыть двери, кликаю на дверях, они открываются. Подать к дверям эскалаторы. Подогнать топливозаправщик и пассажирский автобус. И только после этого кнопка загрузки отработает, как положено, и загрузит самолет. Нажимаем Load Fuel и видим, как пошел индикатор загрузки самолета. Выполняется загрузка. Появилась надпись, что самолет загружен. То есть пассажиры и топливо. Все на борту. Мы отпускаем автобус пассажирский. Мы отпускаем топливозаправщик. Убираем эскалаторы. Закрываем двери. И тумблер переключения дверей в ручное положение также отключаем. Пока нам больше меню загрузки не нужно. Возвращаемся на центральную панель. Отключаем предупреждение, которое у нас сработало в момент подключения наземного питания. И что нам нужно сделать дальше? Поскольку пассажиры у нас на борту, нужно закрыть двери. Поприветствовать. Двери я закрыл. В данном самолете реализована система приветствий. На данном дисплее мы можем вывести какую-то определенную информацию. Например, информацию о дверях, двери, какие у нас открыты и закрыты. Можем вывести электрическую панель. А можем вывести пункт, называется чек-листы. В нем есть чек-листы, которые можно по порядку выполнять. Предполетная подготовка, перед запуском двигателей, запуск двигателей, после запуска и так далее. Их я использовать не буду. Я воспользуюсь системой анонсов. Выбираю раздел перед взлетом и вижу анонс Welcome. Это командир воздушного судна приветствует пассажиров на борту. Субтитры создавал DimaTorzok Командир воздушного судна поприветствовал пассажиров на борту. Далее нужно отдать команду экипажу закрыть двери. Это только голосовые анонсы. Их можно делать, можно не делать, но для реалистичности я пройду по ним. Экипажу сказали закрыть двери. После того, как двери закрыты, возвращаемся на оверхед и включаем два табло. Не курить и пристегнуть ремни, чтобы наши пассажиры пристегнулись по тому, как мы начнем процедуру запуска самолета. Перед тем, как запускать двигатели, я хочу запрограммировать бортовой компьютер. Бортовой компьютер в данной модели сделан очень удобно. Помимо того, что можно сделать вид на бортовой компьютер, его можно открыть из любого положения. Нажимаем на экран и видим удобное окно бортового компьютера. То есть мы можем оборачиваться, смотреть на различные приборы и в поле зрения видеть MCD. Переходим к программированию, к предполетному. Что нужно сделать? Выбираем пункт FMS-1. И для начала проверяем навигационные базы. Они у меня свежие. 13-15, 10 декабря, по 6 января 2016 года. Чуть-чуть они у меня просрочены. Сегодня 8 января. Итак, удаляем надпись, которую нас просят ввести. И в данном бортовом компьютере все делается по порядку. То есть мы переходим в одно меню, заполняем его как нужно, переходим в следующее и так далее. Если вдруг из какого-то шага мы вылетели и нам нужно открыть какую-то нужную страницу, мы нажимаем индекс. И здесь по порядку есть все. Идентификация, местоположение, перформанс, параметры взлета, взлет, снижение подхода и так далее. Мы начинаем с самого порядка. Идентификация. Нажимаем кнопку Position Init. Мы должны сказать, где мы находимся. Находимся мы в аэропорту. Мохаммедов Касабланке. И Као Кот Гольф Майк Майк Новэмбр. И мы этот код должны сюда ввести. Можно делать это классическим образом, нажимая на кнопки. Что довольно-таки долго и разработчики самолета предложили нам другой вариант. Я удаляю. В верхнем левом углу бортового компьютера, вот в этом окошке, есть кликабельная зона. Если мы туда нажмем, появляется буква К. Буква К говорит о том, что нам доступен ввод с клавиатуры. То есть я на клавиатуре нажимаю кнопки, и они печатаются автоматически в строку бортового компьютера. Это очень удобно и быстро. Я написал ИКО Кот аэропорта вылета. И ввожу его в нужный пункт. Я ошибся кнопкой. По кнопке левая 2 вводится наш аэропорт. Мы видим координаты аэропорта и координаты нашего самолета. Верхняя строчка. Нажимаем на правую верхнюю кнопку компьютера. Наши координаты высвечиваются и подставляем их вот в эту строчку. Вторая. Снизу правая кнопка. И наш навигационный компьютер определил, где мы находимся. То есть определил наше место. Далее кликаем на кнопку Road, маршрут, и вводим наш план полета. Нажимаем. Здесь нам нужно ввести откуда и куда мы летим. Ввожу два ИКО Кода. Аэропорт в Касабланке. И ИКО Код Лиссабона, куда мы летим. Лима, Папа, Папа, Танго. ЛППТ. Далее мы должны ввести полосу, с которой мы полетим. В аэропорту Мохаммеда две полосы. 17-я и 35-я. Левая и правая, соответственно. То есть 4. Ближайшая к нам 17-я левая, либо 35-я правая. То есть, чтобы нам не пересекать ближайшая для нас полоса, нам нужно определиться, какой у нас ветер. Чтобы взлет был против ветра. Идем в погодник. Делаем запрос погоды. Вводим ИКО Код. Аэропорта в Касабланке. Запрос. И видим, что ветер у нас 9 узлов. Довольно-таки приличный ветер в направлении 20 градусов. То есть, нам подойдет оптимальным образом 17-я левая полоса. Взлетать будем с 17-й. Извиняюсь, чуть-чуть ошибся. Нет. Если ветер у нас 20 градусов, то взлетать нам нужно с 35-й правой полосы. То есть, направление полосы 350 градусов, максимально близко к 20 градусам ветра. То есть, взлетать мы будем с полосы 35-я правая. Полосу мы вводим в данный пункт. 35-я правая. Включаю режим ввода с клавиатуры. 35-я правая. И нажимаю на кнопочку 2-ю слева. 35-я правая полоса. Далее нам нужно ввести номер рейса. Вводим произвольный. Какой нам нравится. А в данном пункте мы можем подгрузить готовый план полета. Подгрузить, сохранить и так далее. Но мы этим заниматься не будем. Мы введем план полета поточечно. Мы ввели откуда и куда. 35-ю полосу. И теперь переходим на страничку 2. Мы видим, что в данном режиме бортового компьютера две странички. У нас показана одна из двух. Переходим на вторую. Здесь мы указываем наш план полета. Нам уже подставили 35-ю полосу. Я эту информацию удалю. Она в данный момент мне нужна. И начинаем вводить наш план полета. Первая точка нашего плана полета это точка Агдал. Вводим. Слева вводятся трассы. Справа точки. Поскольку первой трассы у нас нет. У нас сразу будет точка. Мы вводим точку Агдал. Вводим точку. Нажимаем. Здесь подставили что напрямую. На самом деле, после того, как мы введем весь план полета, до точки Агдал у нас будет схема выхода. Которая как раз и подставится вот в это место. То есть, будет не прямой полет на эту точку, а через схему. Итак, первая точка нашего плана Агдал. Далее, по трассе Г5 мы летим на точку Толси. Г5 трасса, точка Толси. Далее мы летим по трассе УГ5 на точку Корис. УГ5 трасса, точка Корис. Как отличать трассы и точки? Сделаю небольшую подсказку. В трассе всегда есть цифры. В точках цифр никогда нет. То есть, если у вас есть цифра среди букв, это трасса. Далее я введу весь план полета. Если у вас кончился лист, нажимайте Next Page и продолжайте на нем. И вот последняя точка нашего плана, точка Эксона. После этой точки мы будем заходить на аэропорт Лиссабона. Мы ввели план полета, вот такого вида. Нажимаем Activate и подтверждаем кнопочкой Exec. Далее мы идем во вкладку Departure Arial. Нажимаю кнопку Вылет Прибытия. И здесь мы должны выбрать полосы, схемы, как мы будем выполнять взлет и посадку. Нажимаю кнопку Departure и вижу, что у меня выбрана 35 правая полоса в аэропорту Мохаммеда в Касабланке. И нам нужно выбрать схему. Схемы листаются Next Page, Previous Page. На всякий случай можем посмотреть в план полета, какая у нас первая точка. Первая точка Акдал. Нужно выбрать схему, желательно которая придет на эту точку. Возвращаемся в пункт Departure Arial. Отправление. 35 полоса. И на точку Акдал мы видим, у нас есть схема Акдал 1 Дельта. Ее мы и выбираем. Видим, появились изменения на навигационном дисплее. Нам пытаются показать маршрут. Выбрали полосу и схему. Подтверждаем Exec. И возвращаемся в пункт Departure Arial. Теперь мы должны выбрать, как мы будем выполнять посадку в Лиссабоне. До Лиссабона лететь минут 40-50. Погода может поменяться, может быть нет. Поэтому я сейчас выберу какую-нибудь полосу. Выберу какую-нибудь схему. А на подлете к Лиссабону мы уточним, согласно погодной сводке, как будем садиться. Выбираю Лиссабон, Прибытие. Выбираю 21 полосу. И последняя точка у нас была Эксона. Соответственно, схема, которая начинается с такого же набора букв. Эксона 3 Браво. На 21 полосу. Сначала выбирается полоса. Потом выбирается схема. Прошу прощения. Наоборот. Сначала мы убираем схему, потом убираем полосу. И нажимаем Экзек, применяем. И возвращаемся к вкладке Роуд. Под вкладкой Роуд, под кнопкой Роуд, есть кнопка Лекс. Лекс это шаги нашего плана полета. Нажимаем Лекс и проверяем, чтобы у нас не было разрывов. Мы видим, как пошли наши точки. Схема до точки Агдал. Далее идет полет. Чередуются точки. Видим последнюю точку плана полета Эксона, после которой пошла схема захода на аэропорт Лиссабона. ЛППТ. На 21 полосу. Все хорошо, разрывов нет. Маршрут нас устраивает. Возвращаемся на вкладку Роуд. План полета мы завели. Далее мы переходим к Performance и Need. Настройки. Что здесь нужно сделать? Прежде всего нужно нажать кнопку Реквест, чтобы заполнились наш вес самолета и так далее. Нажимаем кнопку Реквест. Вес самолета подсчитался, подставился. Здесь мы указываем резерв. Ну, к примеру, 10. Здесь мы указываем эшелон полета. Летим мы практически строго на север, поэтому эшелон будет нечетный. Я предлагаю 310. Даже, наверное, поменьше. Расстояние полета маленькое. Давайте возьмем 270 эшелон. То есть высота полета будет 27000. Кост индекс. Это индекс, который говорит нам о том, как мы полетим быстро и дорого, либо медленно и дешево, который влияет на расход топлива. Чем больше число, тем меньше мы экономим и быстрее летим. Это я рассказывал в предыдущих роликах по аэробусу. Здесь надолго зацикливаться не буду. Введу значение 90. Кост индекс 90. Итак, здесь у нас все заполнено. Кост индекс. Переходим к следующей вкладке. То есть все время, когда мы заполняем одну вкладку, мы переходим на стрелочку вправо. Здесь вводятся режимы взлета. То есть можно взлетать с короткой полосы на более мощном режиме и так далее. Здесь аэропорт большой, полоса длинная. Самолет у нас не перегружен, поэтому оставляем все по умолчанию. Переходим к следующей вкладке. Тайков. Взлет. Здесь мы также делаем реквест. Нам посчитали значение триммера и центров гравити. Центровка самолета 26%. Значение триммера 5.75. Помимо этого мы должны ввести положение закрылок. Я буду взлетать на 20-х закрылках. Вводим 20-е. И видим, появились наши взлетные скорости. V1, VR, V2. Для того, чтобы их согласовать, нужно нажать на каждую. Она увеличивается в размере. И нажать кнопочку референс спиц. Все. Наши скорости согласованы. Единственное, что нам нужно, нам нужно триммер поставить в положение 5.75. Триммер у нас находится вот здесь. Его рукоятка. Прошу прощения. Мы видим триммер. Видим его значение. У нас он стоит сейчас на 7. То есть надо его уменьшить. У меня почему-то не получается кликать на значение триммера. Немножко отвлекусь в настройках на джойстике кнопки триммера. Насколько я помню, это pitch stream. Я назначаю кнопки pitch stream up, pitch stream down. Сейчас мы это проверим. Да, мы видим, что я нажимаю джойстик и значение триммера меняется. Мы делаем 6. 5.75 где-то посередине. Такое будет значение взлетное. Продолжаем. Закрылки 20-е. Скорости проставлены. Идем дальше. Опять нам показывают Trust Limits. Это значение для взлета тяжелого самолета либо с укороченной полосы. Мы это не трогаем. Все у нас заполнено. Далее, что нужно сделать. Я рекомендую заглянуть во вкладку VNAV и посмотреть наши режимы полета. Это Klimp набор высоты. Мы видим, у нас стоит ограничение 250 узлов до 10 тысяч футов. То есть, нельзя летать до 10 тысяч футов быстрее, чем 250 узлов. Это ограничение у нас здесь прописано. Ниже мы можем указать свое ограничение. Допустим, 240 узлов до высоты 11 тысяч. И его подставить. Тогда наше ограничение оно будет приоритетнее данного. И до высоты 11 тысяч футов мы лететь будем со скоростью 240 узлов. И только потом сможем набрать более большую скорость. Кнопками Next Page мы видим полет на круизе. Указан эшелон 270 указанной скорости. И видим еще и снижение. Больше нас в бортовом компьютере ничего не интересует. Все настроено, все хорошо. Можно просматривать во время полета вкладку Lex. Здесь видны шаги, как мы полетим. Можно нажать кнопку Progress. Здесь указана ближайшая точка. Время прибытия на данную точку и количество топлива на ней. Это не важно. Кликаю на бортовой компьютер, чтобы вскрыть окошко. Наш бортовой компьютер запрограммирован. Можно переходить к запуску самолета. Что мы, собственно, и сделаем. На всякий случай я подключу Anti-Aise в режим Auto. То есть, если у нас будет лед, то система сработает и будет включить нагрев, чтобы не было обледенения. Все три тумблера в режиме Auto. Топливные системы у нас на ососы подключены. Можно запускать ВСУ. Как запускается ВСУ? Есть тумблер, который находится в положении Off. Есть положение On и положение Start. Переводим в положение Start и он сам вернется в положение On. Пошел запуск. Помимо этого, нужно включить генератор от ВСУ, чтобы получать электропитание от вспомогательной силовой установки. Слышим звук ВСУ. Помимо всего прочего, на данном дисплее, если нажать вот эту вот кнопочку с кружочком, можно увидеть дополнительную информацию. Мы ее нажмем. Дополнительная информация нам не помешает. Видим, что у нас двери в режиме Auto. Видим, что включено табло пристегнуть ремни и не курить. Видим, что запускается EPU, EPU Running. Видим, что у нас спидбрейки армированы и мы стоим на парковочном тормозе. Паркинг брейк. ВСУ у нас запускается. Сразу можно накрутить высоту. Наша высота на эшелоне будет 27 тысяч. 27. Также рекомендуется поставить автобрейки. автобрейки. Могут выключены быть и в положении 1, 2, 3, 4 макс и либо в положении РТО. РТО это Ready to Take Off. Это взлетное положение автобрейков. Включаем. Также нужно армировать автотягу. Включить флайт-директоры. Это вот такие вот розовые стрелочки, которые при полете на руках показывают вам, куда нужно выполнять движение. А не поднялись сверху. То есть показывают, что как бы надо бы взлетать. Можем посмотреть наш план полета. Как мы будем выполнять полет. Переключить режимы. Какие кому удобнее. Удобнее во время полета режим Map. Масштаб выбирайте по желанию. У меня пока стоит самый маленький. Итак, флайт-директоры мы подключили. Тягу заармировали. ВСУ у нас запущено. Поскольку ВСУ у нас запущено и работает, у нас нет необходимости на наземном питании, в источниках питания. Мы отключаем и в меню их также убираем. Чоки также убираем в колодке. Самолет у нас стоит удобно. Буксировка нам не нужна. Мы выполним движение сразу. Двигатель запускать в данном месте можно. Мы находимся не у терминала. Поэтому запускаем двигатель и начнем движение на взлетно-посадочную полосу. Двигатели к запуску у нас подготовлены. Режимы стоят Normal. Автостарт On. Единственное, что нам нужно сделать, нам нужно включить подачу топлива к двигателю. Два вот этих тумблера мы включаем в режим Run, Fuel, Control. Подача топлива. Топливо подано. И все, что нам нужно сделать, это перевести сначала левый двигатель, потом правый, или наоборот, кто в каком порядке, в режим Start. Делать это нужно поочередно до запуска каждого двигателя. Запускаем левый двигатель. Переводим тумблер в режим Start и смотрим на дисплее что у нас происходит. Что у нас происходит. Что у нас происходит. сработало зажигание, турбина запускается и выходит на обороты. Топливо подача. Топливо подача. Топливо Видим, что погасли левые генераторы Правые еще погорят off Питание не идет от правого двигателя А левые уже запитываются от двигателя Переводим правый двигатель в режим старт Запускаем правый двигатель Переводим правый двигатель Переводим правый двигатель Переводим правый двигатель Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему-то не выполнился у нас запуск двигателей. Одну секунду. Что-то я позабыл. Я не додал тумблеры до конца вверх. На подачу топлива. Они у меня были в центральном положении. Сейчас двигатели запустятся. Прошу прощения. С данного вида было плохо видно. Встали тумблеры в положение ран или нет. Соответственно стартеры раскрутились, но раскрутки двигателей не произошло. Сейчас все нормально. Двигатели раскрутились. Турбины работают. Двигатели выходят на номинальный режим. Это и видно с внешних видов. Итак, двигатели у нас запущены. Взлетные закрылки у нас должны быть в положении 20. Выпускаю закрылки. Индикация закрылок находится вот здесь. Положение 1. Положение 5. 15. 20. Посмотрим на оверхед. При после удачного запуска двигателей пропали все желтые надписи на оверхеде. Все хорошо. После запуска двигателей потребность в ВСУ у нас пропадет. Мы ее сейчас остановим. Вспомогательная силовая остановка нам больше не нужна. Тумблер в положение OFF. И после этого можно будет выключить генератор. Но пока еще ВСУ работает. Останавливается. Поэтому пусть генератор пока работает. Итак, высоту на эшелоне мы указали. Двигатели запущены. Можем выполнять руление на 35 правую полосу. Снимаемся с парковочного тормоза. И начинаем потихонечку движение. При запуске двигателей будьте внимательны. Не сделайте такую же ошибку, как и я. То есть тумблеры фойл-контрол должны быть максимально вверх в положении ран. Иначе двигатели не запустятся. Мы выполняем руление. Рулиния выполняется по аэропорту. Исключительно по желтой разметке. Перед нами магистральная. Магистраль для выполнения руления. Чтобы попасть на 35 правую полосу нам нужно повернуть налево. Чуть далее мы видим взлетно-посадочную полосу. Нам нужно выполнить руление в самое начало на 35 правую полосу. Выполняем руление по магистрали до самого конца. И далее вырулим на взлетно-посадочную полосу. Единственное, что я забыл сделать, я забыл включить рулежные огни, стробы. Это те огни, которые необходимо включать при движении по аэропорту по рулежным дорожкам. Взлетные огни мы включим перед взлетом, когда займем взлетно-посадочную полосу. Выполняем руление. Прижмемся поближе к осевой. Посмотрим на оверхед. Все хорошо. Никаких желтых огней нет. Это все хорошо. Все хорошо. Просто. Счис upside down. Очень хорошо. Горяем. Горяем. Порошок. Горяем, 부분. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...